Библейский портал экзегет.ру представляет Проклятия, очень подробные, прямо детальные благословения там были бегло и в общих словах о проклятии подробнейшим образом изложены. Так у страны человек, его проще запугать, чем обнадежить. И Морисей, желая убедить народ, исполняет закон, запугивает. Да, да, вот так это было, это Ветхий Завет. Но в 29 главе больше никакого запугивания, а наоборот перспектива, потому что нельзя человеку все время пугать. Вот часто в религии, любой, кстати, но и в христианской тоже, к сожалению, человека пугают и пугают, и пугают. А его надо обнадежить, ему надо показать, куда он идет. Хотя и напомнить об опасности тоже бывает полезно. Таков договор, который Господь повелел заключить Моисею со сынами Израилевыми в Муаве, ну, то есть накануне перехода через Иордан, вторжение в Ханаан, в дополнение к тому договору, что он заключил с ними на Хариве. Как-то в дополнение, разве это не тот же самый договор? Фактически, да, никаких новых положений здесь не предложено. Да, это правила жизни, они повторяют примерно то, что мы видели в Исходе, числах, в Левите. Там местами подробнее, местами так же, местами, может быть, чуть-чуть по-другому выглядит, как, например, запыть о субботе. Там мотивировки разные, но смысл один и тот же. Это не другой зовет. Не то, что на горе Хариф или Синай, как это говорится в других книгах, заключили один договор, а потом совершенно новый, с другими условиями перед вторжением в Ханаан. Но вторжение в Ханаан – это какой-то очень важный этап исполнения этого договора, поэтому нужно его не просто подтвердить, а обновить, да, то есть сделать так, чтобы израильтяне, не бывшие при заключении первого договора, приняли вот этот второй, сказали, да, это нас тоже касается, это не просто там какие-то древние предания о чем-то, что было давно. И здесь как раз вот еще одна картина, описание их истории, отношений с Богом, которая должна дать, собственно говоря, основание для этого договора. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал, «Вы сами видели все, что сделал Господь в Египте, с фараоном, его рабами, со всей его страной. Своими глазами видели вы эти великие тяжкие испытания, эти великие знамения и чудеса. Но и по сей день Господь не дал вам ни разума, чтобы понять, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. Ну, то есть вы все видели, но выводов-то не сделали. Вот почему он так запугивал страшно. Ну, не сделали вы выводов. Приходится вновь и вновь вам кнутом этим грозить. «Я сорок лет вел вас по пустыне, но одежда ваша не изнашивалась, обувь тоже не изнашивалась. Ни хлебом вы питались, ни вино и брагу пили. Так было, чтобы вы познали, что я Господь ваш Бог». То есть идет речь про манну, которая сходила с неба. И вот вы пришли сюда. «Тогда против вас выступили Сихон, царь Хижбон и Ог, царь Башана, но мы их разбили. Мы захватили их землю, отдали его владение племенам Рувима и Гады и половине племени Моноси, Таза и Орданские, на восточном берегу реки Ордан земли, которые действительно эти племена получили в свое распоряжение. «Соблюдайте же условия этого договора и выполняйте их, и будет вам удача во всех ваших делах. Вы стоите ныне перед Господом, вашим Богом, вожди, главы племен, старейшины, старосты, все сыны Израилева, и дети, и женщины, и переселенцы, живущие среди вас, от дровосека до водоноса». Ну, имеется в виду люди и наплеменники, которые исполняют какие-то трудовые повинности. Да, таких накопилось некоторое количество. «Вы вступаете в скрепленные проклятиями договор с Господом». Проклятие, то есть санкции за неповиновение вашим Богом. Господь, ваш Бог, заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Он обещал это вам и давал такую клятву вашим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову. «Не только с вами заключает скрепленные проклятиями договор. Это договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами, перед Господом нашим Богом, и с теми, кого еще нет с нами». То есть это будущие поколения, это все младенцы, даже еще не родившиеся люди, и этот договор заключает с Богом народ, как коллективная личность. Его история – это, собственно, история исполнения этого договора в том числе. Вы помните, как мы жили в Египте, как шли потом по землям различных народов. Вы видели их мерзких идолов, деревяшки и камни, изделия из серебра и золота. Да не будет такого, чтобы кто-нибудь из вас, мужчина или женщина, или целый род, или целое племя, отвернулся ныне от Господа нашего Бога и пошел служить богам этих народов. Да не будет среди вас корня, рождающего яд и горечь. Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя мысленно, говорю, у меня все будет хорошо, хоть я и буду следовать своему упрямству. То есть, ну, знаете, как дети держат вот так пальцы и врут не краснее, то есть якобы вот так скрещенные пальцы отводят ложь. Вот они так благословения повторяют при себя, когда звучит проклятие тем, кто делает то, что делают они. Вот я в домике, я спрятался, меня это не касается. Ведь так погибнет и оращенная земля, заодно с пересохшей. То есть, когда в народе распространяется нечестие, то даже те, кто лично в него не вовлечен, тоже погибают. Не простит Господь такого человека. Яростный гнев Господень опалит его. Падут на него все проклятия, записанные в этом свитке. Господь сотрет его имя под небесами. Смотрите, был свиток, отдельный свиток в Трозаконе. Вот уже в тот момент, когда это писалось. Именно этого человека из всех племен Израиля Господь покарает согласно всем проклятиям договора, записанного в этом свитке в Законе. То есть, решил ото всех защититься какими-то магическими формулами или действиями. Все на себя и приведешь этими действиями. Вот что скажет будущее поколение, ваши потомки, которые будут жить после вас, и наплеменники, которые придут из дальних стран. Они увидят бедствие этой страны, болезни, которыми Господь поразил ее. Увидят серу и соль, выжженную землю, где уже ничего не посеешь и не вырастешь. Где не взойдет никакая трава, словно это Содома Гаморра, Адмайт Саваим. Города уничтожены Господом в гневе и ярости. Ну, собственно, вот и комментарий. Содома Гаморра больше известен, Адмайт Саваим меньше, но они, тем не менее, тоже были разрушены. Скажут все народы, за что Господь сделал с этой страной такой, из-за чего гнев ее разгорелся так сильно. Им ответят, за то, что этот народ забыл договор с Господом, Богом их предков, который он заключил с ними, когда вывел их из Египта. Они пошли и стали служить другим богам, которые стали поклоняться им, богам, которых они не знали, которых он им не предназначал. И разгнялся Господь на эту страну и послал на нее все проклятия, записанные в этом свитке. В гневе, ярости и сильном негодовании Господь изгнал их с их детьми в другую страну, и они и поныне там. Вот эти угрозы, тоже проклятия, которые более конкретны, чем некоторые предшествующие, они ясно показывают общий смысл. Вы идете в эту землю, у этой земли есть свои правила пользования. Если вы их нарушите, эти правила пользования как раз изложены в предшествующей части книги, вы будете лишены этой земли, вы будете куда-то переселены, это будет позором и примером для всех народов земли. Сокрытый у Господа нашего Бога, открытый дано нам и детям нашим навеки, мы должны исполнять этот закон. Вот очень хороший принцип, как устроена любая религия. Есть сокрытое, есть тайное. Оно у Бога, оно недоступно человеку. Человек его не воспринимает. Но есть нормы, которые Бог человеку дает для того, чтобы в этих нормах он вступал с Богом в отношения. Вот это у нас есть, это мы можем исполнять. А сокрытое, оно остается сокрыто. Может быть, когда-то будет открыто, но если нет, то все равно у нас есть все, что нам необходимо. Нет того, что нам хотелось бы узнать. Ну, нету. А вот все, что нам необходимо знать, есть. Тридцатая, тоже, собственно, продолжение вот этой темы. Благословение, проклятие, необходимости соблюдать закон. Моисей, ну, прямо все риторические конструкции, все резоны, все аргументы, все доводы используют, чтобы убедить народ исполнять. Ну, как мы знаем, все равно до конца это не сработает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова